Это всё было живо. Возвращаемся к нашей теме. Я думаю, что это введение обсуждения такое небольшое было всем интересно. Я всегда говорю, и последний раз на лекции Михайле Дверцог на дне изучения Танаха я сказал, что с особым уважением отношусь к русскоговорящим, потому что есть такая своя как бы жила свой подход и к изучению Торы, и к изучению Танаха. Какие-то моменты, которых нет у других. Кстати говоря, это отмечал и Равштейнзальц в «Тетлой памяти». Очень ценил русскоговорящих просто как, скажем, как тип людей. Их подход к жизни и особенно к изучению Торы. Так что мы, надеюсь, для Израиля дали не только и технологию, и не только культурные какие-то моменты очень важные, и не только 20% солдат в боевых частях, но мы еще и дали свое слово какое-то и в Торе, и уж, по крайней мере, через Равзеева Султановича, который, ну, такой, скажем, ярко выраженный представитель еврея, такой русскоязычной культуры с широкими знаниями, с широким подходом очень, который воспитал целую плеяду раввинов в Израиле и написал массу книг, которые очень ценятся. Так что я надеюсь, что это влияние, оно как бы и в плане Тора, оно тоже состоялось. Вот. Дальше, что я хотел с вами сказать вместе, конечно, посвятить все наши духовные усилия и благополучия наших воинов и их успеху в выздоровлению раненых, возвращению пленных. Надеюсь, что последние слова – это не пустые, что хотя бы часть из них еще в живых, в этих ужасных условиях, которых содержит их Хамас. И пусть наше изучение Торы будет как молитва, как духовное усилие для благополучия всего еврейского народа. Всегда упоминаю любопыт Михаэль, ле илуй нишмата у лезихра. И с этими словами мы с вами сразу же перейдем к Мишлей, к притчам царя Шламо. Хочу только сказать, предупредить вас на первое, что я хотел сделать небольшой урок повторения, очень краткий по первой главе, и потом каждый из глав также на следующих занятиях просмотреть вместе с вами. И второй момент мы с вами увидим – это я вас предупреждал, что мы с вами как бы соучастники вот этого изучения, постижения, которое во многом осталось без тех тем, которые во многом остались без рассмотрения и без раскрытия. И поэтому я сегодня хотел немножко вернуться и к теме пятой главы, которую мы с вами посмотрели в прошлый раз, и расширить ее. Ну, а там, если получится, то перейдем и к шестой главе. Прошу прощения за длинное введение. Открываю презентацию. То, что нам с вами нужно. И вот как бы в качестве повторения и расширения хочется очень привести и из Талмуда рассказ о Раби Мейре. Он содержится в Масахи Цангидрин на 38-м листе. И здесь говорится от имени Раби Юханана, когда Раби Мейр обучал Торе, он посвящал треть времени Мишне, тому, что тогда называлось Мишной и, можно сказать, Талмуду в принципе. Треть времени посвящал Агаде. Мы представляем, что такое Агада. Это аллегорический рассказ, как правило. И треть времени он посвящал Митлей. То, что на арамийском значит Мишлей. Примеры. Конечно, можно попытаться сравнить с баснями Крылова. А вы, друзья, как ни садитесь, все, музыканты, не годитесь. Или, скажем, можно вспомнить, уж тем ты виноват, что хочется мне кушать. Это все мы с вами хорошо знаем. Посмотрим, что рассказывал Раби Мейр. Его притчи были, безусловно, связаны с Торой и пророками. И здесь говорится, что Раби Юханан говорит, что у Раби Мейра было 300 притч про лиса. Что-то типа, наверное, сказок дяди Шкиримуса. А мы знаем только три из них. И то, что мы знаем, это отцы ели не зрелые плоды, а у детей навязано зубах. И еще мы знаем весы праведные, и камни, или, можно сказать, верные, и камни верные. Мы понимаем, что речь идет о висах и мерных камнях, которые использовались как гири. И продолжение этой. Мицара Нихлацва, его цадик, праведник, спасается из беды, а вместо него попадает злодей. В Гемарине приводятся эти притчи, но Раши приводит эти притчи. Там рассказывается, что у Раши сказано, что лис, что значит, навязло у детей на зубах из-за того, что отцы ели незрелые плоды. Лис предложил волку пойти на какую-то свадьбу для того, чтобы там накрывать столы и подавать еду. Ну, короче, официантом таким. И волк согласился и пошел. Но как только он туда пришел, его побили нещадно совершенно. Он чуть не разорвал лиса на часть. А лис ему говорит, это все потому, что твой отец пришел вот так официантом туда на свадьбу. Раньше какое-то время на другую свадьбу, которая была раньше, пришел туда официантом. И съел все лучшие куски мяса. Поэтому тебя, решив, что ты будешь себя вести так же, нещадно побили. Вот это очень глубокий момент, который связан с пророком Ехискеэлем. И упоминается и Веримьяху в Ехискеэле в основном, что претензия людей поколения Ехискеэля, претензия людей поколения разрушения храма, они говорят, что отцы ели неспелые, а у нас на зубах навязаны. То есть отцы грешили, а вы получили наказание. И Ехискеэль объясняет, что получили наказание, потому что не раскаялись. Не раскаялись в делах отцов. И вот Раби Мейер показывает, что человек, может быть, и он даже и не намеревается вести себя, как его отцы. Этот волк не намеревался есть мясо, как его отец. Но он не раскаялся, он не решил то, что делал отец, это было плохо. У него нет этого стержня, который не позволит вернуться к этому греху. И это само по себе проблема, как бы с точки зрения Всевышнего, то, что достойно наказания, достойно того, чтобы привести людей к раскаянию. Вот это вот такая притча. Другая притча. Может быть, я её не буду всё-таки пересказывать, чтобы не занимать время. Но интересно, что притча по учению, как, так сказать, материал, метод, который позволяет довести, так сказать, до ума, так сказать, заставить человека понять, о чём идёт речь, пояснить глубоко у пророков, это было распространённой методологией настолько, что даже треть времени Раби Мейер посвящал притчам. Про Раби Мейера говорится в трактате «Сута», что когда умер Раби Мейер, то пропали те, кто умеет рассказывать притчи. Но мы видим, что это действительно, наверное, непростое дело, искусство, вот так вот, пояснить пророка через такой пример. Вот это то, что хотелось добавить в качестве повторения к самому названию Мишлей, понятию Мишлей. И вот теперь я открываю первую главу и напоминаю вам, что главная посылка или начальная посылка это было знать мудрость и нравственность, скажем, морально-нравственные принципы. И мы подчёркивали, что мудрость неотделима от морали, по крайней мере, то, что понимает Шломот, так как он понимает мудрость, потому что мудрость должна вести к добру, к справедливости, то есть ко всем положительным моментам должна приводить мудрость и ни в коем случае не козлу. Царь Давид описывает людей, которые не могут уснуть, если они не придумают, как кому-то навредить, как кому-то подставить под ножку, говорит, не могут уснуть, говорит царь Давид в Псалме в 17-м, по-моему. И они думают, они придумают, у них есть мудрость своя, но это мудрость злодеев, и царь Шломот такую мудрость, когда человек изощрённо кому-то строит козни, и получает от этого удовольствие, он это совершенно не считает мудростью. Мудрость и нравственность, мудрость и мудрость и справедливость, и нравственность, это то, что он хочет, чтобы человек знал, знал в том смысле, мы понимаем, что знание – это не только теоретическое знание, но это применение на практике, то есть он хочет, чтобы человек знал, как мудрость превращалась бы во благо в жизни, и это для него совершенно неотделимо. Другой момент, очень важный, который мы видели в первой главе, это трепет перед Богом начало знания мудрости. Опять же, знание мудрости можно до ад, как ее притворить, как ее притворить мудрость в жизнь, да, мудрость в жизнь, мы уже понимаем, что мудрость неотделима от нравственности, и вот для того, чтобы мудрость обратить во благо, для этого необходим трепет перед Всевышним, без этого ничего не получится, необходимое живое ощущение божественного присутствия, ощущение, что ты стоишь перед Богом и отвечаешь, тогда есть большой шанс воплотить мудрость в жизнь, осуществить это свойство до ад, понять, как воплотить мудрость в жизнь и решить до ад, вот здесь запятая, и дальше говорится хохмаумусар авелимбазу, и тоже очень интересный момент, который я напоминаю, что это люди, у которых есть трепет перед Всевышним, но они мудрость и нравственность, они пренебрегают этим, то есть трепет перед Всевышним, вот они как бы стоят перед Богом, и этого достаточно, не хотят ничего учить и размышлять о том, что является справедливостью и как привнести в мир добро, дальше, дальше, я напомню, что царь Шламо начинает с наставления сыну, очень такого примитивного, не ходи со злодеями, не объединяйся с ними вместе, и мы говорили, что наставление может быть не совсем примитивным, если учесть, что влияние общества той нечестности, которая, может быть, уже является нормой в какие-то времена становится в обществе, влияние общества очень сильное на человека, и посылка, что, ну, все так делают, и я так тоже буду, она может стать камнем преткновения даже для праведного человека, и царь Шламо предупреждает, чтобы сын никогда не объединялся со злодеями, и следующая посылка очень сильная в первой главе, неожиданно как бы царь Шламо говорит, что мудрость шепчется, мудрость шерстится в охуц во дворах, вот как бы есть его дворец, а во дворе дворца шепчется мудрость, и тут нужно сказать, что как бы это добавление совершенно необходимо, потому что царь Шламо говорит, что он не только дает наставление своему сыну, он позаботился о том, чтобы мудрость была распространена в народе, и это не просто так, скажем, распродали какие-то книжки по хасидизму, там были какие-то лотки, возле которых стояли и зазывали, и продавали какие-то популярные лекции, нет, в его дворце мудрые люди совещались, как шептались, как бы, совещались, как распространить мудрость во всем народе, потом на улицах мудрость призывала, и там, где много людей, она звала, и что здесь не услышали, не услышали мудрость, царь Шламо боится, опасается этого, и говорит об этом как предупреждение, и когда мудрость не слышат, то она предвещает бедствие, а когда наступает беда, то сказано, то сказано, что когда придет беда, тогда будут взывать ко мне, а я не отвечу, будут искать меня, и не найдут, это очень странная посылка, о которой мы с вами говорили, если взывают к мудрости, есть уже раскаяние, желание исправить что-то, почему же мудрость, как божественный дух, скажем, который помогает людям, почему он не отвечает, и мы с вами говорили, что это раскаяние такое на скорую руку, надо что-то, мы были неправы, надо что-то сделать, здесь подлатать, здесь чуть-чуть подкрасить, и тогда мудрость говорит, они понимают, что у них что-то неправильно, но они не понимают проблемы, всей глубины проблемы, и ничего у них не получится, я им не буду помогать, потому что для того, чтобы исправить, нужно вернуться к настоящей, к настоящей мудрости, к Торой, глубокой, и, так сказать, к всеобщему образованию, всеобщему, всеобщему лишению, как сказать, борьбой с неграмотностью, всеобщей, на глубоком уровне. Вот это первая глава, очень надеюсь, что такой просмотр нам полезен, если я потом спрошу у вас, вы мне скажете, да или нет, стоит ли также просмотреть вторую главу, потом в качестве введения, вот, а теперь, пока мы с вами просмотрев первую главу, перескакиваем к пятой, к пятой главе, той, на которой мы остановились, которую я бы хотел несколько уточнить, да, все то, о чем мы говорили, не отбрасывая, как бы, и не раскаиваясь, и не исправляясь, но уточнить поглубже и привести ряд примеров. Мы уже познакомились с вами и со стилем царя Шламо, что он бросает какую-то мысль, да, вот, и как бы нам говорит, а вот теперь думай, да, думай, ищи в других местах, сравнивай с другими местами Торы, это его стиль, да, и вот в пятой главе царь Шламо говорит, сын мой, прислушивайся к моему пониманию, прислушивайся к моей мудрости, преклони ухо к моему пониманию, да, вот, и что же я тебе скажу, сейчас, да, он говорит, пойми, пойми, задумай, пойми, я тебе скажу, сейчас вещь нетривиальная, совершенно, ты храни глубокий смысл, да, глубокий смысл, замысел Торы, как бы самое главное, то, что в ней есть, храни это, храни это для себя, вот, наверное, не только для себя, для людей мудрых, которые могут понять, да, вот, но, во всяком случае, не рассказывай это всем, всем и особенно людям, людям чужим, которые приходят к еврейскому народу, не для того, чтобы присоединиться, а для того, чтобы вот понять его мудрость, узнать его мудрость, не рассказывай им все, пока человек не принимает на себя, не принимает на себя Тору, да, вот, как человек, приняв и ги-юр, он принимает на себя и веру, и Тору, да, то есть, принимает на себя все принципы, до этого не стоит раскрывать самое глубокое в Торе, в ида, ацфатэхэнцору, и вот такое глубокое знание, глубокое знание, Уста его твои пусть хранят. Не рассказывай другим. О чём идёт речь? Прежде ещё два предложения. Потому что уста чужой женщины они источают мёд и гладко, как масло её нёба. Мы с вами говорили, что речь идёт о людях, которые восхищаются Торой, но они не принадлежат еврейскому народу и не готовы принять на себя, по крайней мере, пока, они не готовы принять на себя, так сказать, обязанность соблюдения заповедей. А самое главное – это главные позиции Торы, то, что Тора исходит с горы Синай, она неоспорима, и вот этой веры во Всевышнего и дарования Торы у них ещё нету, и поэтому ты им не рассказывай глубины Торы. А почему? А потому что и уста её источают мёд, и нёба её гладкая. Вот уста, мы понимаем, это то, что говорится, а нёба – это то, что имеется в виду, как бы внутри рта, это как бы понятно. Почему? Что, во-первых, скажем, люди, которые приходят со стороны и интересуются Торой, и восхищаются ей, но не готовы принять её идеи, и самое главное – поверить в её абсолютную истинность и дарование с горы Синай. Почему же их уста, они сладкие, как мёд? Почему же нёба их гладкая? Давайте представим, попытаемся представить себе, скажем, если ты начнёшь раскрывать им глубокий смысл Торы, они будут восхищаться и будут говорить, что это немножко по-другому. Человек, который не понимает, что у нас есть традиция, кроме логики, естественно, кроме красоты необычной Торы, у нас есть традиция, якорь, который привязывает нас к единой точке – это гора Синай. Вот эти люди с восхищением будут привносить свои идеи, которые вне традиции, противоположной традиции. Я попытался вам привести здесь, восхищаясь, воспевая Тору, и поэтому их уста очень как мёд, и нёба как масло. Я пытался привести вам несколько примеров, вот с чего нам начать. Давайте попробуем с известной Агады у людях, которые пришли принять Гиюр. Сначала они пришли к Шамаю, потом пришли к Елелю, и эта Агада, история, может быть, находится, записана в трактате «Шаббат» на 31 листе. Вот, я не взял всё, вот начнём с этого. И ещё был случай, пришёл человек чужой, один, и он пришёл к Шамаю и сказал ему, «Веди меня в Гиюр на гиераины», как сказать, да, помоги мне пройти в Гиюр, да, с условием, что ты научишь меня тому, как Тора, что ты научишь меня, да, «кола тура кулапсей тори», пока я буду стоять на одной ноге. Хорошо известная информация, я бы не приводил её, если бы не было дальше что-то новое сказать для вас, да. Вот, дай мне, братья Гиюр, если ты научишь меня всей торею за то время, пока я стою на одной ноге. Прогнал его, прогнал его, оттолкнул его тростью строителей, палкой строителей, да, которая была в его руке, Шамая, прогнал его. Пришёл перед Гилелем, сказал ему то же самое, помоги, братья Гиюр, если только ты меня научишь всей торе, пока я стою на одной ноге. И тут Гилель ему сказал известную фразу, «То, что ненавистно тебе, не делай твоему товарищу, это вся Тора, теперь биды, впервые уши, а всё остальное – комментарии, иди и учись». Здесь на самом деле содержится огромная глубина, которую обычно не задевают, обычно Шамай воспринимается как отрицательный такой пример отношения к человеку, который приходит со всем сердцем принять Гиюр. Но что здесь скрывается? Здесь скрывается, если мы с вами поняли это, если мы с вами поняли предупреждение, да, не раскрывай тайны Торы, да, то мы поймём, что здесь происходит, да. И Лель, как мудрец, да, Шамай, да, начнём с него, Шамай, что он себе представляет? Он представляет себе такую вещь, да, пришёл человек чужой, да, и он считает, что есть какая-то одна основа Торы, да, которую можно выучить, и ты уже будешь знать всю Тору, да, и сейчас его с этим условием принять, да, потом начать учить, но если ты его примешь с этим условием, то, может быть, он останется при своём убеждении, да, а, может быть, другие услышат и решат, что это правда, что вся Тора сводится к какой-то одной простой истине. Мы знаем, что об этом очень много было споров, и это понятие, что Тору можно свести к чему-то там небольшому, краткому, стало камнем спотыкания для многих. Да, так, например, скажем, христиане считают, что десять заповедей это является основным, и это, в общем, туда укладывается вся Тора. Или принцип «возлюби ближнего своего как самого себя» – это глобальный принцип, и нужно из него исходить, всё остальное – это совершенно неважно. То есть Шамай, как мудрец Торы, он представляет себе влияние своего поступка, если он человека, который считает, что всю Тору не обязательно знать, есть какой-то один принцип, к которому всё сводится, а учить, постигать Тору – это всё не для меня. Я очень хочу присоединиться к еврейскому народу, но Торы – это всё не для меня. А вот через один принцип можно понять всю Тору. Шамай опасается, что это распространится повсюду. Будет известно, что мудрец согласился с тем, что есть какая-то одна фраза, может быть, Шамай Исраэль, в которую входит вся Тора, и не надо углубляться, не надо изучать всё. А вот представление всего, что Тора вся, она важна, и из неё нельзя выбросить ни одной буквы. И нету ни одной такой заповеди, которая бы охватывала всё, вся Тора, она цельная. Есть, может быть, заповеди более ёмкие, есть менее ёмкие заповеди, в которые, говорят, входят все остальные заповеди. Это не значит, что все остальные заповеди можно отбросить или отодвинуть. И Шамай боится этого неверного представления. Вот это пояснение, или это раскрывается через ту фразу в Мишле, которую мы с вами только что посмотрели. Ты держи при себе мысли. Ты не начинай сейчас ему ничего объяснять. Ты ничего не начинаешь объяснять, потому что у него будет масса аргументов. И он повлияет своими аргументами этот разговор, который пойдёт сейчас. Он о том, что Тора, ну, не могут все быть мудрецами Тора и знать всё. Главное, важно знать какой-то один принцип, и ты уже всё, ты уже, как бы, да, и мудрец Тора, и всё остальное. Это повлияет на всех. И это так сладко. Такое сладкое понятие, что, оказывается, Тору можно постичь в одну секунду. И это же сладко. А за этим скрывается очень такое пагубное, ужасное, я бы сказал, влияние, которое есть и распространится. Оно просто ужасное. Вот такое подмена Торой одной фразой, той мудрости, того закона, который дал Бог, подмена одной фразой. А потом кто-то скажет, что, ну, вообще всё не обязательно соблюдать. Главное знать, вот, главный принцип – десять заповедей. Или возлюби ближнего своего, вот это надо соблюдать. А всё остальное совершенно не обязательно, да. Это то, о чём думает Шамай, да. Он никакой не педант, он никакой, упаси Бог, ни человек, ненавистник. Он не с пренебрежением относится к людям, которые приходят принять дьюр, да. Он думает, да, он думает глобально, мыслит обо всём, мыслит обо всём народе, о влиянии чужого человека, который пришёл с такой прекрасной мыслью, прекрасной мыслью, что всё Тору можно постичь в одну секунду, да. А Елель – величайший мудрец, да, он идёт, скажем, по другому пути, да, но он не принимает идею этого человека, да. Можно сказать, что Мишлей призывает вообще не рассуждать с ним, да, и поступить как Шамай. Но Елель – величайший мудрец, он находит лазейку, он видит как-то этого человека и считает, что здесь можно пойти, так сказать, ему навстречу, но он идёт, не идёт ему навстречу до конца. Он говорит, да, вот не делай другому то, что ты ненавидишь, да, для себя, да, это вся Тора, всё остальное – комментарий, теперь иди и учись, да, я сделал то, что ты просишь, я тебя научил всей Торе, но ты должен понимать, да, что это не вся Тора, да, что есть, как бы, комментарий к этому принципу, да, вот, и ты будешь этот комментарий учить всю жизнь, да, всю жизнь – это твоя, если ты хочешь присоединиться к еврейскому народу, твоя заповедь – учить комментарий, пускай комментарий к этой фразе, да, что-то похожее на возлюбие ближнего своего, как самого себя – это учить всю жизнь, да. И об этом говорит царь Шламу, да, если ты будешь сейчас рассуждать с чужими, вступать с ними в полемику, раскрывать, раскрывать глубокий замысел Торы и глубокие, глубокие замыслы Торы, да, то всё это, всё это обернётся в неправильные мнения, да, в распространение неправильных мнений, неправильные понимания, прежде всего, потом неправильные мнения, и потом это обернётся трагедией, да, вот, это один пример этой непростой мысли, которая мне показала, что в прошлый раз я недостаточно, как бы, мне удалось её объяснить, да, вот, а теперь посмотрим, посмотрим ещё один пример, очень интересный, также из Гемары, да, попытаемся представить себе, вот, вот, мы всем хорошо известно, история о переводе Торы на греческий язык, это история 245 года до нашей эры, времени правления Птолемея II, небольшого учёного, если кто-то помнит солнечную систему Птолемея, то вот это как раз, это он тот самый Птолемей II, который разработал такое представление, когда Солнце в центре, и планеты вращаются, и так далее, вокруг Солнца это всё Птолемей II, но это не важно, важно то, что он продолжил дело своих пришественников и создал в Александрии огромную библиотеку, где он собрал все знания, все книги по всем отраслям знания, и хотел туда же поместить, хотел поместить туда же Тору, и я напоминаю, что сама по себе идея перевода Торы, так сказать, была порочна, была идея показать, что Тора, она, как и все другие книги, её можно понимать по-разному, немножко так, немножко так, да, вот, как философия, да, философия, как познаются знания, знания познаются в диалоге, один сказал, другой сказал, да, вот, и оба мнения правильные, но когда поговорили, то вот что-то каждый понял, каждый понял для себя, да, диалоги, как диалоги Платона, вот так же Птолемей хотел представить Тору, что каждый понимает его по-своему, и это прекрасно, да, он взял 70 мудрецов и поместил их в отдельные места, и произошло чудо, как я вам напоминаю, да, просто все хорошо это знают, что перевод Торы у всех мудрецов оказался одинаковым, но что интересно, в нём были одинаковые ошибки, да, вот, тайны Торы не раскрывай, не пиши к ним комментарий, не пускайся в обсуждение, да, оставь это для себя, для себя лично, для своего народа, для ближайших учеников, да, оставь для тех, кто не начнёт пускаться в полемику или придумывать что-то, придумывать что-то очень похожее, но более простое, более лёгкое, и то, что совершенно не соответствует еврейской традиции Тори, который идёт с горы Синай. Что сделали мудрецы, да, какие ошибки, так сказать, да, вот, они допустили, здесь не могу не вспомнить, от рыбоврома Миллера, моего великого учителя, учившегося у Хофицхайма, да, он очень хорошо владел русским языком, но придумывал иногда слова, придумывал слова, как бы занимался словообразованием таким, чтобы подчеркнуть свою мысль, и он иногда говорил, я чаянно ошибся, да, из нечаянно, да, он хотел, почему же это не нечаянная ошибка, а он здесь вот исказил что-то, да, вот так вот сказал. Это я чаянно, чаянно ошибся для того, чтобы донести мысль. И вот здесь вот такая же чаянная, чаянная ошибка. Посмотрите, что сделали мудрецы, да, вместо того, чтобы сказать, Между тем, что перевести здесь дается, естественно, на иврите, не на греческом, но вот иврит соответствует греческому переводу, искажения, которые внесли, соответствуют греческому переводу, и перевели так. Илогим, Бара, Берешит. Всесильный сотворил Берешит. А почему? Потому что мудрецам было ясно, что если они переводят Берешит, Бара, Илогим, то в начале сотворил Всевышний Берешит, как начало, которое какое-то звучит, то скажут, о, до Бога, до Всесильного было какое-то начало. Какое-то начало. Вот как раз как в нашей философии непостижимое совершенно, до которого невозможно добраться, с которым по Аристотелю с этим первопричиной, первопричиной на иврите Илла и Лот, причина всех причин, до нее можно добраться только через бесконечную последовательность других причин. То есть фактически нельзя добраться. Есть первопричина, из нее исходит еще причина, еще причина, еще причина, и так бесконечной цепочкой вот где-то человек сталкивается с какой-то миллионной причиной, или вообще неисчислимой какой-то по своему номеру причиной, да, которая исходит из первопричины. То есть связь с первопричиной, она разорвана. О, мы нашли в Торе, скажет любой философ, подтверждение правильности своих идей. Есть первопричина, до которой невозможно добраться, она безличностная, какое-то начало и так далее, да, и все это рикошетом вернется в еврейский народ, да, вот, вернется в еврейский народ, да, и для того, чтобы не дать возможности так говорить, и пусть они там сами говорят что угодно, но только чтобы не было этого влияния обратно, этих сладких уст, которые кажутся очень красивыми, кажется, что философия ложится здесь на Тору, да, чтобы это не было этой сладости ужасной, да, вот, перевели всесильный, в начале сотворил, перешит, что если есть какое-то начало, то оно сотворено, оно сотворено Богом, нет начала до Бога, то, что ни один философ не захочет, как бы, да, не захочет признать, что вот начало, оно личностное, элоим, да, личность, вот, он не захочет это признать, начало должно быть безличностным, непостижимым, бесконечно удаленным, да, сделали это, эту ошибку, да, дальше, да, что перевели, сделаю человека по образу и подобию своему, да, вот, чтобы не дать, вот, не сказать, сделаем человека по образу и подобию нашему, вот, а потом комментировать, что Всевышний, да, обращается к ангелам, которых он сотворил, то есть тем силам, которые он сотворил, вот он к ним обращается, а зачем он обращается к ним, потому что сам процесс творения уже должен предполагать свободу выбора, и когда творится человек, Всевышний обращается ко всем силам и, как бы, если так можно сказать, закладывает в мире тем самым понятие или существование свободы выбора, да, как бы сегодня сказали многие, я надеюсь, что эта свобода выбора заложена на уровне электрона, на уровне принципа неопределенности, когда невозможно знать, где находится электрон, вот там заложена свобода выбора, но это всё неважно, главное не входить в эту полемику, да, не давать открыть рот и сказать, да, о, сказано сотворим по образу и подобию нашу, значит, есть много богов, да, как в эллинизме, есть эти и эти, есть, наверное, главный, да, он к ним обращается, но, в принципе, есть много богов, да, чтобы не открыть эту дверь, да, храни тайну, не говори, не говори просто, да, глубокую мысль, чтобы потом и объяснять, и комментировать, да, это ты сохрани всё для себя, не говори другому, да, вот, и в Торе сказано, да, да, и завершил всесильный в седьмой день свою работу, которую он сделал, да, и отдыхал, да, завершил в седьмой день и отдыхал в седьмой день, да, от всей работы, которую сделал, да, как перевели, да, и закончил в шестой день, чтобы не поднимать вопросов, а что значит закончил работу в седьмой день, как это может быть, да, то есть здесь много объяснений, но чтобы не поднимать этот вопрос, сказать, закончил работу в шестой день, да, и отдыхал в седьмой, да, и это то, что приводится, есть ещё интересные моменты, да, и это то, что приводится в Гемарите, чаянные ошибки, которые сделаны мудрецы для того, чтобы не раскрывать меземот, глубокие замыслы Торы, всю ту глубину, которую ты знаешь, сохрани её для себя, и пусть уста твои хранят её, то есть чтобы это не прошло через твои уста, да, это мудрый шламо, да, иначе это вернётся к тебе ракошетом, рассуждениями, философией, всем чем угодно, да, вот все твои попытки объяснить глубокие мысли найдутся более глубокие и более красивые мысли, чем та традиция, которая тянется с горы Синай, да, и вот при этом мы можем спросить себя, да, можем, я просто ещё извиняюсь, что здесь мелькает, да, вот можем спросить себя, я пометил для себя, да, а вот Рамбам написал Муре Новухим, где он излагает очень глубокие вещи, противоставляет их философии, да, вот как же он написал, очень просто, он обращается к тем, кто заблудился, к евреям, которые заблудился, которые заблудился, может быть, может быть, не надо было бы и к ним обращаться, чтобы, опять же, не породить какие-то возражения очень красивые и так далее, может быть, но Рамбам той силой, которая у него есть, используя ту силу, которую есть, он считает, что это необходимо, и он сумеет это сделать, и действительно сумел это сделать, обратиться к тем, кто заблудился, кто одной ногой уже стоит снаружи, кого можно сравнить с чужой женщиной, да, вот он всё-таки счёл возможным обратиться к ним с глубокими мыслями, пояснениями Торы, противоставлением философии. Мы знаем, что мудрецы никогда не вступали, никогда не вступали в полемику и в споры, в споры, скажем, с христианами, да, или можно, если брать более ранний период и более ранних, да, скажем, христианство раннее на его начальном этапе развития, это второй век, ещё до Пизантии, скажем, да, уже есть христианство, это второй век, не вступали в полемику ни с христианами, ни с философами, вот, но то, что я говорю, тоже как бы не совсем правильно, вступали в полемику, но это мудрецы, великие мудрецы, которые хотели дать что-то, дать что-то людям, да, но вообще, как бы, да, то есть по необходимости, когда уже распространились эти идеи христианства, идеи философов, мудрецы вступали в полемику и противоставляли что-то христианству и распространившимся в еврейском народе идеям, распространившимся в еврейском народе идеям философии, да, не распространялись, делали это, особенно раби Яшуа, бен Ханания, вот, можем как-нибудь попробовать поговорить о его интереснейших идеях, споре с мудрецами, вот, но это уже как бы вынужденное положение, такое вынужденное положение попал и Рамбан, нахмонит, как мы знаем, в конце 13 века, когда в Кордове он должен был вести полемику с некоторым христианином, Пабло, Выхристом, его заставили участвовать в споре, доказывать, скажем, правильность иудаизма по отношению к христианству, вот, и на удивление, да, на удивление король Филипп был судьей в этом споре, он признал правоту Рамбана, нахмонита, но всё равно ему пришлось ночью убежать, да, вот, пришлось ночью убежать, чтобы его не схватила инквизиция и не казнила, неважно, что, как сама она его вызвала на этот спор, да, но в любом случае мудрецы не вели споры, не полемизировали, да, зачем, да, вот, это как бы не нужно, а Мишлей нам подсказала ещё, что это ещё и опасно, да, против всех твоих посылок найдутся такие красивые и сладкие аргументы, что это будет плохо влиять на еврейский народ и ставить его перед опасностью, упаси Богу, заблудиться, да, вот, и дальше, как мы с вами видели, да, это об этой женщине чужой, которая приводит, скажем, свои аргументы, восхищается Торой, да, вот, сама пришла, восхищается Торой, но она чужая, ноги её опускаются к смерти, да, шиоль в могилу, направлены, направлены стопы её, да, вот, орахаим пентефалес, да, чтобы не оставить, да, чтобы не придерживаться правильного образа жизни, да, на уме Аглотея её, как бы, круги, пути, можно сказать, да, они сдвинулись, ушли в сторону, лоти, да, и ты не узнаешь никогда, да, ты не заметишь, да, как ушёл в сторону, да, не раскрывай тайны, не приводи никакие аргументы, да, вот, теперь, сыновья, послушайте меня, не отходите от изречения уст моих, да, то есть, как от учителя, который передаёт традицию, отойдите от неё, от этой чужой женщины, от её путей, не приближайтесь к двери, к двери её, да, да, вот, тут она сама приходила, да, а тут предупреждение, что, вот, повсюду, там, скажем, дома учения, философии, университеты, в отрицательном плане, то, что можно представить себе, не подходите к двери туда, не приближайтесь даже, да, потому, зачем, да, зачем, зачем уходить от традиции, зачем оставлять Тору и прислушиваться к каким-то совершенно несоответствующим традициям мнениям, в конечном итоге абсурдным, да, вот, и почему и это потрясающая фраза, на мой взгляд, да, чтобы ты не отдал чужим от твоей славы, да, и чтобы не отдал ты годы своей жизни жестокому, да, вот, да, не раскрывая, не раскрывая смысл Торы, да, сказал что-то, да, сказал, что у нас есть такая заповедь, почему нам так заповедано, не объясняй смысл, не вдавайся в подробности, спрашивают, ответь, но не, не, не вдавайся в подробности, не философствуй с ними, иначе, да, от твоей славы, величия твоего, твоего, а больше величия твоего народа, ты отдашь чужим, да, ты им бросишь эти идеи, которые они извратят, и они будут говорить, что вот это мы всё придумали, или мы лучше поняли Тору, чем понимают евреи, как мы можем представить себе эту идею христианства, да, и уж точно от славы, славы, от твоей славы ушло к ним, к христианам, да, вот, по известным причинам, да, вот, а годы свои отдашь жестокому, чужому, да, который, который будет тебя эксплуатировать, поставит тебя на службу своим идеям, своей цивилизации, да, вот, не обязательно даже поработит физически, да, а ты будешь служить его культуре в результате, он притянет тебя, да, это самый плохой вариант, да, ты поверишь тому, что он, правда, он лучше объясняет, да, он лучше, он лучше понимает Тору, историю, лучше понимает развитие, общество, человечество, да, будешь служить ему, да, и он жестокий, всё, что ты будешь делать, это не будет мудрость, которая направлена на добро, это будет мудрость, которая направлена на жестокость, да, на привнесение в мире жестокости, да, вот, мне кажется, очень потрясающая мысль, царя Шламо, да, вот, да, ну, тут как бы её можно развернуть и вообще как бы, да, в плане всех еврейских способностей, которые откуда, это слава, это красота еврейской мысли, еврейских способностей, откуда она, да, она из Торы, она от благословения Бога, из-за нашей привязанности к Торе, да, никогда не отдавай её, никогда не отдавай её чужим, не служи чужим, служи своему народу, да, вот, для этого надо знать, кто ты, для этого надо знать, куда ты, какие твои цели, и, как я всегда говорю, как сказал Равзеев Султанович, если народ не знает, кто он, если он не знает своего предназначения, придут другие и воспользуются плодами его трудов, да, вот, и не только плодами трудов, но его мысли, его гениальности, его Торой воспользуются чужие, да, поэтому не раскрывай ничего, не вступай в полемику, да, упаси Бог оказаться в плену этой чужой женщины, да, чтобы чужие не насытились твоей силой, да, и потрясающий момент тоже дальше, да, и твои идолы будут в доме, в доме чужого человека. Какие твои идолы? Как какие идолы? Из того, что ты расплескал идеи Торы, да, они неправильно их поняли, извратили и превратили, на основе этих идей Торы создали идолов, да, и это не то, что ты сделал идолов, это не те идолы, в которых ты веришь, но это те идолы, которые возникли по твоей причине, по причине того, что ты мудрость Торы расплескал наружу. Вот, и еще здесь целый ряд предупреждений царя Ашламо, да, вот, да, и все-таки мы затронем этот момент, да, яфуцу меанатейха хуца, пусть твои источники изливаются наружу, верховод на улицах, палгеймаем потоками вод, июлиха левадеха, вот, верховод палгеймаем, июлиха левадеха, веэнни завим итха, да, вот, а еще возьмем выше, пей воду из источника твоего, которые текут из источника твоего, да, и пусть вода разливается наружу, на улице, и пусть потоки воды растекаются, да, и пусть будет для тебя, и не, а и не будет для других, то есть что, да, есть обязанность учить народы мира, отвечать им, говорить не, разбрасывать, ну, тут вроде бы пришли, да, чужая женщина, та, которая пришла, да, вот, тут вроде бы пришла, очень хорошо, пусть вода льется, но источник сам не раскрывай, глубину не раскрывай, пусть это будет только для тебя, да, пусть для тебя, а не для чужих, а не для чужих, да, вот, не раскрывай смысл, не раскрывай суть, не пускайся в полемику, да, вот, и тут нужно обратить внимание, да, что я бы сказал, что отсутствие, так сказать, изучения пророков и писаний в нашем народе, оно приводит к неверному пониманию совершенно фразы, да, вот, мы знаем эту известную хаватскую фразу, которая построена на этом источнике, да, когда придет Машевех, когда твои, ну, хорошо, ладно, не буду вдаваться в критику, и, может быть, я даже не прав, да, возьму свои слова обратно, вот, мы на этом остановимся, вот, я хочу вас спросить прежде всего, полезно ли нам возвращение такое краткое, беглое, к главам, как я попытался сделать в начале. право, право, конечно, полезно, то есть, какое-то новое понимание еще возникло. еще новое понимание возникло, хорошо, я не имею в виду эту главу, эту главу, это понятно, я как бы попытался ее расширить, вот, а то, что я вначале сделал, попытался первую главу вспомнить вместе с вами. Да, да, я в первой главе... А, в первой главе, очень хорошо, хорошо, значит, мы постараемся делать так, и, как бы, отдельные моменты, вот так вот привлекать такой дополнительный материал, вроде, Раби Мейера, его Мишлей, да, вот, вот я с вами разговариваю, я восхищаюсь этой красоте, просто, которая здесь заложена, я уж не говорю ни о чем другом, о мудрости, я не говорю просто о красоте, да, вот, и я совершенно не принимаю людей, которые этим пренебрегают, да, почему-то не работают с этим, не углубляются в это, да, вот, мне здесь вспоминаются феймановские лекции, которые я, к сожалению, потерял, у меня был набор этих лекций по-русски, вот, феймановские лекции, он заканчивает свои лекции по физике, фейман, такими словами, вот, мы с вами, изучали, изучали два года физику, да, но, что я смог дать, есть треть, которые все знают, есть треть, которая ничего не поняла, и только треть, она что-то взяла для себя, да, что значит все знают, то, что он раскрыл новые вещи, для него все знают, то есть, есть треть, которая думает, что все знает, и она ничего не хочет понимать, так что она думает, что все знает, есть треть, которая ничего не знает, и это ей все равно, как бы, да, и не хочет ничего знать, и есть третья, я думаю, что это еще меньше, очень узкая прослойка, которая, вот, пользуется этим сократовским принципом, я знаю, что я не знаю, да, вот, то есть, с одной стороны знаю, да, но с другой стороны открыт к обсуждению, к дальнейшему знанию, к углублению, это очень узкая, узкая прослойка, к сожалению, да, поэтому я предлагаю вам продолжать сражаться, вот, и это настоящая борьба наша за наше будущее, да, потому что можно много говорить, но нужно понимать то, что написано, и ты уже тогда на основе этого рассуждать, хорошо, спасибо, извиняюсь за длительные норовоучения, извиняюсь, что вас задержал, вот, и... Я извиняюсь, я вас хочу перебить, я потрясена вашим комментарием, сегодняшним в том числе, потрясена, вот это вот для меня открытие абсолютно про на одной ноге, я никогда не думала с этой стороны, и вообще все, вот, ну, настолько вкусно... Извините, извините, это не я, это царь Шламо, это все он, потому что думать, думать меня заставил тоже он, вот, я не сам, вот, хорошо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо большое-большое, всем самбо доброго, жду следующей встречи, спасибо. Окей, всем счастливо, спасибо, пока, суроту воду. заставление. Спасибо на канал. Продолжение следует... Спасибо. -